В Крыму сейчас и зарубежные гости уже стали традиционными визиты политиков из Франции. Они используют каждую возможность пообщаться с местными жителями, почувствовать их настроение, надежды. Они понимают друг друга без переводчика. Политики из Франции за время визитов на полуостров неплохо освоили разговорные русские. А некоторые крымчане даже вспомнили школьный курс французского языка. Меня зовут Ирен, я живу в Ялте. Вы любите съезд? Обожаю. Молодцы, что вы имеете смелость, мужество приезжать к нам. Такие встречи для иностранной делегации, пожалуй, один из самых важных пунктов программы. Общение с людьми продолжилось и в Севастополе. Все из Франции? Да. А вы живете здесь? Да, мы местные. И что вы думаете, 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 что вы думаете? А расскажите, как вам живет после референдума? В принципе, классно. Воздух стал другой, дышать стало легко. У нас в Севастополе всегда был русский город, всегда, поэтому это большое счастье. У меня мама, когда ходила на референдум, в очереди стояла, чтобы проголосовать. Стало, наверное, как-то легче жить, потому что свободнее. Ну, я всегда говорил на русском языке и говорю. Также я много путешествую, езжу по миру. Для меня как-то, не знаю, никаких сложностей не возникло. Летом 15-го года французские политики стали первыми европейскими парламентариями, которые не побоялись и приехали в Крым. Французские депутаты – свободные люди. И поэтому мы можем позволить себе приехать в Крым. В конце концов, пять лет назад здесь произошло свободное волеизъявление народа. Люди проголосовали за то, чтобы вернуться в Россию. И мы, как депутаты, имеем право, уважая это решение, приехать и поздравить крымчан с этим праздником. Это уже третья поездка французской делегации. Перемены на полуострове глава миссии влиятельный французский политик Тири Мариани назвал настоящим прорывом. Пейзажи не изменились, но видно, что в самом Крыму происходят изменения. Он как будто просыпается. Мы повсюду видим новые дороги, новое оборудование, понимаем, что полуостров развивается. Их вполне можно назвать парламентерами Крыма в Европе. Своим коллегам они рассказывают, что дела на полуострове обстоят вовсе не так, как их представляет западная пресса. Со своей стороны предлагают сотрудничество по нескольким направлениям. Это и туризм, развитие транспорта, зеленая энергетика и, конечно, виноделие. Гости из Франции признаются, что здесь, в Ялте, они чувствуют себя как дома. Это действительно так. У города очень прочные, тесные исторические и культурные связи с Пятой Республикой. Здесь неподалеку находилась гостиница Франция, к сожалению, разрушенная в году войны. Эта набережная спроектирована русским инженером с французскими корнями Александром Бертье де Лагардом. И в следующем году исполняется ровно 60 лет, как город стал побратимом Ниццы. Алексей Иванов, Валентин Стуканок, Игорь Федоренко, Анна Заекина, Южное бюро Первого канала, Крым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова